старт первенство области по футболу вторая группа шор добрыня игра в владимире на масса первый тур с нами кирилл романович бычков литарей в добрыне кирилл как тебе игра первый стандартный вопрос но по-моему сегодня испытали весь спектр эмоций до тренерский что игра получилась очень эмоциональный до сих пор в состоянии ивпории от победы мурашки на руках до сих пор бегут поэтому не знаю в голове все переплетаются мысли даже не знаю с чего начать эмоций куча игра очень получилось интересно шорт тоже навязывал борьбу создавали опасный момент как говорится вратарь полкоманды сегодня я за алексей безумно рад и рад что большинство того чего отрабатывали на тренировках какие-либо задания сегодня получилось все исполнить на пуль игру проанализировали да естественно как тренера вратарей спросить как тебе вратарь потому что известна проблема даст что испытывали с вратарской линии как сегодня лёша ты играл как какую оценку ему поставишь в принципе это после того как скинешь обзор я посмотрю может быть вижу какие-то моменты которые не заметила во время игры в динамике так в целом оценка четыре с плюсами я думаю на 5 баллов мало кто из нас здесь играет там где нужно выручил там где был чуть проще хорошо что не ошибся принципе без привозов несколько моментов там по вводу мяча но это все мелочи поэтому я доволен игрой алексея сегодня еще раз повторюсь в принципе в целом вся команда сегодня просто показал наверно тот уровень который мы и ожидали с вами андреевичем перед началом чемпионата отвлечемся немножко от этой игры скажи какие у тебя личные ожидания от сезона до стартовавшего может быть какой-то прогноз дашь на выступление добрый прогнозы давать я наверное не спец особенно когда ты являешься частью команды прогнозировать за свою игру довольно таки тяжеловато сезон у нас будет долгий будет много игр поэтому в данный момент трудно будет сказать что будет даже на следующую игру команда испытывает некоторые трудности по кадровому составу многие у нас ушли в армию то есть с армией не вернулись кто-то просто ушли потому что скажем так не то что подошли и сошлись интересами людей своя дорога удачи а так в целом я считаю что мы провели достойную предсезонку все что могли с Иван Андреевичем дали можно так сказать команде все остальное зависит от них поэтому сезон покажет все расставит на свои места с уходом паша зиновьева до появилась проблема вратарская скажи как ее решали потому что я разговаривал со Стасом он говорил о том что приглашали на просмотр много вратарей смотрели Владимирских не Владимирских скажи скажи как это происходило как решать у нас в начале сезона был вообще сумбур мы не знали с кем будем начинать вернулись к нам ребята кто уходили в том сезоне тоже по разным причинам кто по работе кто по семьям приходил на просмотр очень много вратарей некоторые были прям очень неплохие то что ушел пашка зиновьев от нас но у него сложились так обстоятельства человек уехал в свой родной город он как бы даже выразиться правильно был большой частью нашей команды делал очень много да с его уходом немножечко позиция ослабла в том плане то что паша показал достаточно хороший высокий уровень к нему вообще не было никаких претензий и что самое интересное он попал к нам из дубля приехав в этот город он искал команду сейчас на сегодняшний день мы имеем трех вратарей я думаю это вполне достаточно чтобы пройти сезон я думаю у нас все получится и данный вопрос мы как смогли закрыли немножко теории да тоже разговаривал с ребятами на эту тему вот паша зиновьев до один сильный вратарь который в принципе проходит весь сезон или два три вратаря среднего класса то есть но конкурирующий между собой вот скажи какая позиция тебе близко то есть конкуренция в воротах или все-таки спокойный вот первый номер основной до который поселил в том сезоне у нас тоже по вратарской позиции были вопросы потому что мы повторюсь ребята ушли по каким-то причинам тех кто нас играли и вот они сейчас в этом сезоне мой личный взгляд наверное все таки мне ближе когда ребята конкурируют помогать друг другу прогрессировать это видно на тренировках они пытаются доказать в первую очередь наверное себе что они здесь не зря что они могут при этом каждую тренировку они доказывают нам с андреевичем нет такого что мы кого-то определяем номером один смотрим как проходит недельный цикл игроки и в зависимости от этого уже формируем заявку вернусь к тому сезону до пашка у нас был один первый номер но были моменты когда он уходил и поэтому возникал трудность в основном тренировался он я по просьбе андреевича помогал на тренировках для того чтобы команда могла выполнять задание там и двусторонку все остальное подключался ну и также в заявке был запасным в прошлом сезоне и когда были моменты то что павла не было в туре то пару раз вот по-моему я сыграл за тот сезон если не ошибаюсь поэтому мне как тренеру больше комфортнее когда есть игроки которые принципе равные но при этом могут друг друга заменить когда на прошлой тренировке да я видел андреевич выходил в шортах до двигаться вместе с ребятами скажи не посещал ли тебя мысль тоже заявиться на сезон в плане игрока и тоже как-то поконкурировать или или все-таки не нужно я в принципе наверное с самого начала как добрыня у нас основалось и нас набрали с первого просмотрового сбора я наверное так и не вешал перчатки на гвоздь поэтому говорю также андреевич просит где-то помочь у ребят кто на работе иногда не может приехать у кого семья команда нас непрофессиональные людьми на контрактах поэтому первую очередь личные проблемы уже чуть позже футбол выходит на первый план ну и соответственно стараюсь насколько могу участвовать в тренировках но я думаю на этот сезон мы справимся есть три плюс минус равных ротаря я так уж на подмене резервную не дай бог не с этой пандемии мало ли чего кого покосит согласен давай закончим на мажорной ноте да сегодня большая победа пару слов болельщик я всех хочу поблагодарить за ту поддержку которую оказывали сегодня с трибун у нас появилось новое приобретение как в прошлом сезоне газонокосилка в этом мы приобрели барабан сегодня звучал достаточно громко заводил ребят подбадрил гнал вперед спасибо за поддержку очень приятно то что вы с нами что оказываете свое тепло и показываете ту любовь которую мы стараемся дарить вам в ответ спасибо кирилл с победой